Всем привет! Это Регина и сегодня я снимаю для меня лично невероятно долгожданный аптейт для своего канала. Я не занималась своим каналом в течение двух месяцев и не потому, что мне не хотелось или была лень. Это была другая причина. Я сопровождала в качестве ко-тренера две НЛП-группы, НЛП-практик и НЛП-мастер. И должна признаться, что для меня это был очень... не то чтобы необычный опыт, для меня это был очень неожиданный опыт, потому что когда я делала эти курсы, я видела, конечно... у нас тоже были ко-тренеры, я видела, что они там сидят, наблюдают за нами, помогают нам иногда выполнять задания или следят за тем, чтобы мы выполняли задания. И когда я захотела сама попробовать себя в этой роли, в том числе для того, чтобы подготовиться еще раз в легкую к моему тренерскому экзаменам, мне казалось, что все это будет таким очень веселым и беззаботным, и, в принципе, без... не ожидала там никаких подводных камней, но должна признаться в том, что эти подводные камни были, их было очень много, и то, что я к теперешнему моменту преодолела их практически все, то есть закончился сейчас третий блок у НЛП-мастеров, осталось по заключительному блоку у практиков и у мастеров. Соответственно, сейчас у меня уже появились силы для того, чтобы начать рефлектировать свой опыт, начать этим опытом делиться с самой собой и, может быть, с теми, кому это будет интересно. Честно говоря, мне действительно трудно сейчас подобрать слова. Я ощущаю опять какие-то изменения в своей личности. Для меня это, повторюсь, очень неожиданно. То есть вот от чего-чего... От сопровождения групп я не ожидала таких интересных процессов внутри меня. Мне всегда казалось, что окей, когда я чему-то активно обучаюсь, там можно себе представить, что каждая новая концепция позволяет мне посмотреть на себя, на свои проблемы, на свое мировоззрение с другой стороны. И в этом случае, конечно, понятно, что при желании измениться изменения будут происходить, но... Вот такой получила я сюрприз. Для себя я приняла решение снимать теперь видео каждый день. Не каждый день я их буду титуловать. Может быть, я вообще не буду никоим образом их обозначать. Просто писать день первый и день второй. Это связано для меня с тем, что мне просто хочется сейчас опять попасть в струю и перестать следить за тем, что и как я произношу. По той причине, что часто случается так, что я начинаю задумываться о том, как же я сейчас сниму видео с ходу, как же я подберу слова, на какие темы я буду говорить. И в результате запугиваю себя саму до такой степени, что в результате не снимаю видео вообще. В данный момент для меня это было бы очень жалко, потому что, опять же, повторюсь, то, что произошло со мной за последние два месяца, для меня очень ценно. Мне не хотелось бы просто забыть те мысли, которые появляются в моей голове, забыть все, конечно, какие-то невероятно массивные изменения. Их забыть невозможно, но бывают какие-то аспекты, которые возникают в сознании, и потом опять в сознании теряются. И для себя я заметила, что в тот момент, когда я их проговариваю, у меня, оказывается, намного больше шансов сохранить их сознание. Поэтому снимать видео я планирую каждый день, и если удастся, по несколько раз в день. Но в связи с тем, что я не хочу себя каким-то образом форматировать, я не буду больше писать определенных тем. То есть, не знаю, не в никакого тренера или что-то в этом роде. Я просто потихонечку буду рассказывать о тех изменениях, которые произошли со мной с января месяца, с момента запуска этого канала. Может быть, в какой-то момент у меня найдется время для того, чтобы вообще описать все те процессы, изменения личности, которые произошли со мной с момента моего знакомства с НЛП. Я имею в виду именно активное знакомство, не по книгам. Я очень надеюсь, что когда-нибудь у меня найдется и время для того, чтобы вообще поговорить о своей жизни и о том развитии личности, которое мне удалось к теперешнему моменту пройти. У меня появилось за последнее время много для меня значимых мыслей по этому поводу. И, опять же, повторюсь, мне хотелось бы их каким-то образом зафиксировать в своей памяти. Поэтому я буду снимать дневники, видеодневники. Поэтому, скорее всего, они будут оставаться на первое время в таком же качестве, которое многие на YouTube за качество не считают. Но я честно признаюсь, мне нравится та картинка, которую я сейчас вижу на своем маленьком телефонном экранчике, потому что мне не приходится думать о том, как я выгляжу, как у меня прокрашены ресницы, не потекла ли у меня помада, не размазывались ли контур губ. и прочие вопросы подобного рода можно вынести за скобки. И в данный момент для меня это очень важно для того, чтобы иметь возможность сфокусироваться на том, что действительно меня в данный момент занимает. Вот такое немножко сумбурное видео получилось у меня сегодня. Вполне возможно, что вечером я сниму еще одно. На всякий случай прощаюсь с теми, кто досмотрит это видео до конца. Если не досмотрит никто, тоже не страшно. Главное, я его сняла и сказала все то, что хотела сказать на теперешний момент. До новых встреч у тебя в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok